Саша Малахов для мастер-класса выбрал два музыкальных произведения – «Колыбельную Гречанинова» и «Садник в лесу Майкопара». Занятие Мария Смердова начинает с, казалось бы, неожиданных вопросов. Помнит ли Саша, как пела ему «Колыбельную мама» и каким он видит лес, по которому едет всадник? Так педагог подпалкивает юного музыканта к глубокому пониманию произведений, даёт ему инструментарий для создания музыкальных образов. Анализируем, возможно, именно концептуально какую-то трактовку данного сочинения и уже дальше стараемся как-то помочь технически. Я надеюсь, что это удовольствие, по крайней мере, на моей практике это было так. То есть это же творческое общение, собственно, мы направлены именно, и задача наша – помочь как-то профессионально, раскрыть талант, собственно, ребёнка. Мария Смердова легко и быстро располагает детей к себе. Она не учит, скорее подсказывает, объясняет, направляет, ведёт дружеский диалог со своими коллегами, которые просто младше возраста. Время мастер-классов не ограничено. С каждым занимается, пока не видит, её услышали и поняли. Артистка Мария Теплякова – солистка Камерного оркестра Московской государственной консерватории. Лауреат многих международных конкурсов. Любит работать с детьми и очень рада, что проект «Класс от маэстера» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» даёт ей такую возможность. Мастер-классы для юных железногорских скрипачей. Она начинает с рассказа о том, как правильно держаться на сцене. Скрипачи и пианисты – те же артисты, посредники между авторами и слушателями. Как себя подашь, так зрители воспримут твоё исполнение музыкального произведения. Наверное, в процессе мастер-классов для себя найти что-то новое услышать в музыке, в первую очередь, потому что мы занимаемся публикой, мы занимаемся воспитанием своей же будущей публики, своего будущего поколения, будущего нашей культуры, в первую очередь. Поэтому мы стараемся максимально поделиться своим опытом всему, чему мы научили в своей жизни. Мария Тепликова охотно и много рассказывает своим маленьким коллегам, с какими трудностями сталкивалась сама во время учёбы, какими упражнениями пользовались, как оттачивали своё мастерство всемирно известные скрипачи. «Нужно следить там и за мизинчиком, но ты просто знаешь немножко иногда играть, да? То есть мы можем сыграть... Мы можем... То же самое. Мы можем сыграть совсем тихо, сурок. А может быть у нас сурок уже какой-то другой немножко. Понимаешь?» Эвелина Золотухина занимается игрой на скрипке два года. Маэстро внимательно раз за разом прослушивает игру девочки, обращает внимание на каждую деталь, советует, как лучше и удобнее держать скрипку, под каким углом вести смычок. Это те самые незаметные слушателю штришки и мазки, передающие все нюансы музыкального полотна. Мне всё понравилось, интересно было. Мне больше запомнилось, чтобы следить за руками хорошо, чтобы играть, чтобы было чисто всё. Проект «Класс от маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» – это не только ценный подарок для юных музыкантов. Не менее важно, что благодаря ему уникальный опыт и знания получают и преподаватели музыки. «Это очень, конечно, очень ценный опыт, потому что город у нас маленький, и нет такой возможности ещё куда-то сходить и что-то узнать новое. Учиться-то можно всю жизнь, и нет предела совершенства. А то, что мы сейчас получаем, это для нас, конечно, здорово». Выдающихся музыкантов, известных во многих странах мира, на такие мастер-классы приглашают после того, как фондом «Искусство, наука и спорт» уже проделана большая работа в регионе. «С нами сотрудничают ведущие специалисты страны. В основном это Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, это Академия имени Гнесиных, Академия имени Маймонида, то есть преподаватели самого высшего уровня». Традиционные мастер-классы завершаются концертами маэстро. В программе произведения Баха, Шопена, Брамса, Листа – это замечательная возможность для детей услышать и увидеть мастерство известных музыкантов, понять, к каким высотам исполнительского мастерства нужно стремиться.